Итак, первый этап мы с вами выполнили, и он получился у вас очень хороший, очень убедительный, да? Мы видим два предмета, мы понимаем, что они где-то в пространстве, на какой-то драпировочке, да? У нас такая-то веточка шепотник, она все понятна. Она упрощенная, но она все понятна. Следующий этап, который мы будем использовать, это как раз вот этот метод географический. Это когда мы создаем рисунок с помощью линии, но линии мы не намеренно делаем, неосознанно, а просто будем баловаться. Сейчас мы вернемся к простому карандашу. Возьмите, пожалуйста, простые карандаши. Вот эти границы, которые у нас заканчивают композицию нашу, да? Сейчас для нас их не будут существовать. Мы просто будем с вами свободно, легко перемещать линию по нашему рисунку. У вас вот играет легкая музыка, она может быть сопровождением и помощником в создании вот этих линий. Линии могут быть достаточно резкими, да? Могут быть очень мягкими. Вы сами должны почувствовать, как вы заходите их проводить. Единственное сегодня такое правило, мы стараемся не отрывать руку от листа бумаги. И двигать ее постоянно в разных направлениях. Давайте я вам покажу приблизительно, да, как у нас это обращается. То есть мы можем двигать, линия двигается по работе, пересекать друг друга, возвращаясь вниз, назад, вверх, вперед. Создавать какие-то формы. И пересекаясь, возвращаясь их, должно быть сейчас, наверное, не слишком много. Вот мы руку поставим и вводим. Вот таким образом. И отпустим. То есть, по сути, как будто бы сейчас этого рисунка не существует. Мы просто берем и балуемся про душу. Просто, как будто мы в этой листе, да? Просто души моля, молю-ка, как она бывает, как поделиться. У кого-то, в зависимости от температуры, линии будут более резкими, у кого-то более пластичными. Но не нужно прямо слишком самолёба, да? Но легко мы создаем такую нибудь, знаете, паутину и сеточку на нашей работе. Да, и сейчас такое будет ощущение, что мы как будто перечеркнули свою работу. Нам что-то не понравилось в моём, перечеркивая. Но каждая из этих линий теперь будет нашим инструментом. И как мы его будем использовать. Я сейчас возьму маркер и начну на своей работе. Сейчас мы немножко вернёмся обратно. Таким образом. Действительно, предмет, он объёмный. Есть предметы плоскостей, да? Это дропировка, да? Где-то вот более на плоской форме. Горизонтально, вертикально. Но чашечка, пушинчик, фрукты, они объёмные. И эти линии, которые вы создали, они могут поддерживать этот объём. Мы сейчас будем выбирать сами эти линии, которые нам нравятся. Начнём их обводить. Но уже заканчивая границам нашего рисунка. Каким образом? Я просто сразу увидела вот эту линию, которая мне очень нравилась. Она идёт по пушинчику, куда-то заворачивается сюда и возвращается сюда. Вот таким образом. Сейчас я буду выбирать те линии, которые я хотела бы в этой работе сохранить. Или усиливать. Единственное, попрошу вас сейчас. Не делайте их слишком много близко. Немножко вот сейчас мы как будто такая разреженная сеточка. По всей работе. То есть выясниваем те завиточки, которые нам нравятся. И аккуратно. Вот это интересная линия. На самом деле, как будто бы мы сейчас рисуем рисунок на рисунке сверху. Они могут взаимодействовать. А в какой-то момент мы можем вообще перестать думать о том, что у нас что-то есть. Вот эти нуды. Какая-то форма. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А в конце Я думаю, мне надо дойти, посмотреть, что я оставлю, что я исключу. Не обязательно, что все линии мы сейчас будем сохранять. Мы оставляем самые удачные. Сейчас я снова воспользуюсь ластиком. И уберу лишние линии, которые мне на данный момент не нужны. Возможно, вам захочется создать новую линию, и вы уже намеренно можете создать уже маркера, фломастера. То есть она у вас может родиться уже в процессе. Таким образом, будет впечатление, что мы поделили нашу работу на сегменты. На участке напоминает мозаику или витражное стекло, соединяющееся из разных нервных кусочков. Поехали. 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 Если вы пересказываете текст, невозможно пересказать его полностью досконально. То есть вы что-то исключаете, выбираете главное, отпускаете какие-то второстепенные вещи. Это просто невозможно. Так вот, когда мы делаем декоративный нарисурс, который натюрморт создает, мы как будто это пересказываем. Работа в декоративном стиле – это и есть такой пересказ, впечатление. Но когда мы смотрим на работу, нам понятно, что пересказ все равно бывает у каждого своим индивидуальным. Почему? Потому что кто-то в высший акцент сделал на каком-то одном моменте в произведении, кто-то на другом. Кому-то понравился третий момент. И, соответственно, пересказ может быть совершенно одно и то же произведение, может быть пересказано совершенно по-разному. Итак, наши линии на нашей работе созданы. Мы сейчас объединили, у нас получается наложение на одну форму, наложение линии произошло. Сейчас мы больше не смотрим на наш натюрморт. То есть мы его перестаем фокусировать на нем внимание. Сейчас мы смотрим на пятна, которые появились, вот эти кусочки, которые появились у нас на нашем рисунке. И эти пятна мы будем сейчас… не пятна даже, я бы как сказала, вот эти формы, которые у нас появились, мы будем сглаживать. Потому что там, где они пересеклись, появились углы. А в нейрографике, как и в нейронных связях головного мозга нет углов. Там везде пластика, там везде скользящая форма. И вот это вот ощущение мы должны передать перетекаемой, обтекаемой форме. Как это будет выглядеть? Возьму какой-нибудь участок. Сейчас возьму участки на предметах. Вот у нас есть какая-то форма, напоминающая нам про галитму. Здесь, где у нас в уголочке, мы как будто бы уполчаем линию, а потом она у нас опять становится тоньше. Каждый уголок мы сглаживаем и прессовываем туда втекаемую форму. Там, где уголочек линия становится толще, мягче. И вот по сути это такие некие узелки пересечения этих линий, которые должны стать более мягкими и более обтекаемыми. Таким образом, как будто бы вот этим пересечением, как карандаш с маркером, мы укрепляем вот этот вот элемент, где они вместе переселились. Вот эту связь усиливаем между одной линией и другой. и не просто усиливаем, а еще и смягчаем. Таким образом, мы сейчас перестаем смотреть пока на предметы, мы смотрим только на элементы, которые образовались благодаря теме. Каждый уголочек я справляю и постепенно двигаюсь от сегмента к сегменту, от кусочек к сегменту, от элемента к сегменту. Стараясь не пропустить ни один участок. Мы усиливаем связь между этими линиями. И теперь они становятся уже единой такой общей сеточкой. Укрепленной сеточкой. Знаете, это как выучить стихотворение, а потом постараться его отправить себе в долговременную память. То есть лобная часть нашего головного мозга отвечает за кратковременную память. Когда мы что-то учим быстро, мы отправляем это в участок кратковременной памяти. А когда мы хотим это запомнить навсегда, мы стараемся это повторять. Мы можем до дня в день вспоминать и повторять. И постепенно эта информация приходит в затылочную часть нашего головного мозга и остается уже там навсегда. То есть в долговременную память. Вот когда мы усиливаем с вами вот эти связи, мы усиливаем вот этот эффект запоминания. И еще получается так интересно, как будто бы мы создаем множество дорог в нашем рисунке. И если представить себе, что это какой-нибудь большой пар или вес, который весит, который мы еще не знали, мы создаем новые вот эти тропки, протапливаем их все лучше и лучше. И если мы первый раз идем по какой-то тропе и создаем ее сами, мы сначала боимся, мы же не знаем, куда мы идем. Когда мы прошли один раз по этой тропе, второй раз, третий, мы уже смело идем по ней в следующий раз, потому что она нам знакома. Мы уже проложили путь. Вот эта картина, маршруты вот эти все, они формируются у нас в уме, да, то есть в головном мозге. И получается, вот мы живем сами в большом городе, вы можете жить в большом городе, но практически его не знать, потому что вы по нему не гуляете. Если вы в какой-нибудь выходной день отправитесь гулять по улочкам Краснодара, представьте, какая картина у вас вырисовывается в уме, вы же все это запоминаете. Это те же нейронные связи, у вас с одного квартала пошли в другое. И чем больше кварталов вы увидели, тем больше у вас линий и больше связи появилось в памяти. И самое интересное, что если вы оказались в одном уголке города, например, и вам нужно уйти в другой уголок города, у вас будет множество вариантов, как дойти. Можно прийти прямо, да, в каком-то пункте, а можно найти какой-то еще вариант. То есть есть возможность, выбор. При этом можно зайти в гости к другу, забрать друг друга и пойти маршрутом дальше. Я помню, как я была ребенком, я очень любила изучать место, где я жила. И вот паникулы летние у нас были, мы все время на велосипедах катались по округе. И вот такое ощущение, у вас у всех есть телефонные приложения, карты, публикист или просто МАПС-карта. Чтобы куда-то попасть, вы открываете карту и смотрите. А мы эту карту создавали в детстве у себя в голове. Чем больше ты месяц посетил, тем шире твой мир, тем больше. Чем больше заколотки ты завернул, тем больше цена наше в этом есть. Вот сейчас таким образом мы создаем с вами вот эти всевозможные маршруты для своего минуа. И у нас есть выбор, каким путем пойти. И найти самый кратчайший путь из точки А в точку Б. И мы не будем бояться больше, потеряться в своих эмоциях, в своих чувствах. Появится ощущение уверенности, надежности. Выбрана вам маршрута. Очень хорошо. Прямолодец. Замечательно. Вот так у нас поднеклывается на нашей работе уникальный рисунок. Вообще, нейрографика подразумевает, что рисование тесно связано с процессами, протекающими в мозге. А через рисунок можно оказывать на них привод влияния. Кроме того, переплетение линий в нейрографическом изображении напоминает связи между нейронами головного мозга. Валерии. Спасибо. Огромное. Огромное. длительная, потому что нам нужно где-то вернуться к тем же местам, где мы были, проверить, а не пропустили, или мы где-то какой-то поворот, какой-то элемент. Линии можно использовать и более тонкие, и более толстые. Здесь можно использовать и маркер с более толстым по толщине, и более тонким. Очень красивый век получится, если мы параллельно, например, я вот сейчас возьму, тоненькие. И можем включать более тоненькие, какие-то линии, дополняющие к нашу работу. Тогда мы будем играть не просто еще и не на ней толщиной. Это такие дополнительные вспомогательные элементы. Работу можно выполнять не только сломать, но и с ами. Можно выполнять ее в картошер, можно ручкой. На самом деле все, что есть под рукой. Но так как вы художники, и у вас есть определенный набор материалов, которые дают больше возможностей в работе с изображением. И сам маркер перманентно насыщенный. Точный, яркий. Но он, конечно, убедительнее смотрится за счет просто своего света и толщины. Просмотрите все кусочки, как это могу отработать. И это будет наш второй этап. О, как красиво получилось. Понимаете? Как он серьезный. Дурак. За счет, да, какое-то такое ощущение действительно рисунка тигриного. То есть стилизация пошла под вот эти полоски. Обратите внимание, что, может быть, где-то у вас будет ощущение, что вы потеряли кровь. А я бы не из-за того, что было ощущение. Я бы слишком пересаралась с толщиной ими. Я могу немножечко больше делать обработку по самому предмету, что теперь еще убедить. И третьим этапом у нас это будет работа по цвете. Когда наношу работу дело будет более ярко и выразительное, конечно, за счет света. Свет вы можете использовать наглядный, да, тот, который у нас есть перед вами, в постановках. Но вы можете и побаловаться, и чем-то дополнить. Можно использовать за основу источники света, да. То есть мы создавали с вами ощущение освещения за счет толщины линии. А теперь будем создавать ощущение освещения за счет света и света. Тональность. Супер 5. Когда мы завершаем второй этап, сделаем небольшую поминетку. Мы подготовим кратские, кисточки, палитры. И уходим в кисточку. Хорошо.